Всем привет! Короче, закончил я здесь организовать рабочее место. Сделал вот такую вот подставочку. Под монитор положил туда колонки. Именно положил, не поставил. То есть они боком лежат. Далее поставил УСП, подключил комп, в комп, вай-фай приемник. Короче, подключил 3D принтер, все четко работает, все я счастлив. В общем-то вот так. Стартуем работать. И сегодня начнем делать рейку ЛР-401. Ну, не совсем делать, просто разбирать, собирать, смотреть, что внутри, какие компоненты. Короче, разбираем, смотрим, что внутри. И буду останавливать, показывать вам, если там будут какие-то интересные гайки. И будем подбирать, какие гайки именно, точнее, какие ключи подходят. В этой рейке. И, короче, на муфте с ШВП есть многограммная гайка. И с этой стороны нам надо будет подобрать сейчас ключик для фиксации муфты, чтобы открутить этот подход. Я посидел, короче, посмотрел, у меня есть такая волшебная таблица, скажем, таблица разработчика, подборщика, точнее, разработчик-подборщика. И есть у нас здесь ключ 183. Вот он. Вот такой вот ключик. Короче, дописываем вот эту рейку, значит, 183. И ответный ключ у нас комплектный ключ должен быть, давайте, RC 159, то есть 183 и 159. Два ключа. Сейчас еще посмотрю, что вот здесь. Мне кажется, вот в этом месте ничего особо нет. Это стандартный шестигранник-шестигранник, тоже особо ничего нет. Ну, короче, два ключа. Все, как-то так, давайте дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, разобрать было легче, чем собрать. Так как это, по ходу, рейка-утопленник. Там все, короче, такое типа. Окислый, по шваму, все дела. Изначально не хватало два болта. Вот эти верхние. Мотор был закреплен только на один этот. Вот. Я думал, ну почему так? А потом оказалось, я когда открутил, швам как бы все разобрал. Быстренько там. Тин-тин-тин-тин-тин. Чтобы подобрать ключи и собрать обратно, положить и ее отправить обратно на склад. Вот. А оказалось, здесь три болта, ой, два болта было сорвано. И я когда откручивал третий болт, я тоже его сорвал. Поэтому, где он, где-то, короче, болт ушел куда-то. Ладно. Пришлось, вон те болты, которые сорваны, типа шлифануть. Чтобы плоскость была, ну типа прилегала, болгарка, вы, я думаю, видели о том, что пилил. И закрутить на один болт здесь и на второй болт здесь. Короче, явная корейка, если будет продаваться, то она будет продаваться. Только на завчасти. В целом, то здесь датчик полностью целый. Вал тоже целый. Муфта целая. Только вот это косяк с мотором. Вполне, если здесь поменять или восстановить отверстия резьбовые на моторе, то, в принципе, можно их продать. Все. Я сейчас сажусь, оформляю документы, короче, и приступаю к следующей рейке. Итак, следующая рейка точно такая же визуально, как предыдущая. У меня подозрение, что внутри будут точно такие же, точно такая же муфта. Ну, посмотрим, они могут чуть-чуть отличаться. Это тоже ZTEF, по-моему, производитель. Не просто так вам это таблички. Это GA404. Точно так же на экран выведу, что это конкретно. Какой-то она, скорее всего, ягуар. Короче, понятно, что с этой рейкой не так. Ну, если что, у меня 90 или 80% рейк, это те, которые, ну, типа мертвые или около того. Короче, здесь, если посмотрите, это не искажение камеры, это вот такой вал на рейке. И, да, здесь удар в удар точно такая же муфта, как и на рейдж-ровере. Вот. Единственное, что болты... Болты стальные. Хотя, вот эти два алюминиевых, странно. Три стальные, два алюминиевых, как это так получилось. Ну, короче, здесь погнутая рейка. Ну, точно так же, 183-й ключ, 159-й ключ. Здесь аналогично у нас ничего нет. Сюда даже не буду лезть, потому что здесь датчик стоит реальный. Чтобы хоть что-то. То есть, по сути, если взять эту рейку и ту рейку, отсюда туда перекинуть мотор. А, забыл. Вот здесь еще 99-й съемник для съема шкивов. То есть, отсюда, типа, туда перекинуть мотор или тот вал перекинуть сюда. Ну, то есть, мне кажется, тот вал сюда перекинуть будет лучше. Ну, это ладно. Собрал рейку обратно, сделал фотографии, сделал пометки. Далее будет скучная такая бумажная работа. Там просто организовывалось подключение к необходимым программам в контроле, где я отмечаю, типа, какой ключ к чему подходит, какой рейке. Сегодня, наверное, больше... Ну, это 100% последнее видео на сегодня. То есть, мы в это видео вставили сразу две рейки. Я сначала думал одну, но потом такой, типа, блин, рейка почти точно такая же. Давай и вторую посмотрим, может, что-то другое. Но внутри ничего другого не было. Было все то же самое. Вроде бы совершенно разные автомобили. Конструктивно они абсолютно одинаковые, две рейки. Возможно, чисто прошивка, программа разная внутри. Тоже мы имеем... Три инструмента, один съемник, два ключа на две рейки. Все. Всем спасибо, всем пока. Завтра буду делать следующее видео. Точнее, буду делать следующую работу. Заодно появится следующее видео. А сейчас перейду к бумажным. Спасибо. Спасибо.